Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня будет супер-мега-необычное видео, потому что таких видео еще нету на YouTube. Я одна из первых, кто снимает это видео, и да, я думаю, их нету, потому что я посмотрела в YouTube, их нету. И сегодня будет челлендж, назову его челлендж, проверка лайфхака инстаграмовского макияжа волосами. Одна из моих подписчиц, к сожалению, я не помню ее имя, потому что мне в директ, в инстаграм, и везде-везде пишут очень много сообщений, и она написала мне уже давно, она скинула такой коротенький ролик с инстаграма какой-то зарубежной девочки, я не знаю, блогер она не блогер, но в общем, коротенькое такое видео, где она делает типа лайфхак макияж волосами. И мне понравилось, ну то есть у нее красиво было, ну это лайфхак, понимаете, это значит супер, это значит можно волосы заменить кисточкой, понимаете. И она говорит, как тебе идея? Я тогда еще подумала, замечательная идея, и пока забросила, пока делала вам видосы, которые были у меня другие. Но теперь настало время, я посмотрела в ютубе нету, и думаю, дай-ка сниму. К сожалению, не знаю, как ее найти, спасибо большое ей за эту идею. Сейчас мы будем с вами тестировать этот лайфхак, сделаю я его челленджем, потому что я думаю, что это будет смешно, и почему-то мне кажется, что это не будет красиво, но я постараюсь, чтобы это было красиво. Попробуем проверить этот лайфхак. Так же это видео я снимаю не одна, я решила, чтобы было разнообразие, чтобы было весело. Вдруг одна я такая рукожопая и не смогу накраситься, как обычно бывает, все время идет что-то не так, я попросила девочек, Кристину и Викторию, двух сестер, тоже со мной поучаствовать в этом челлендже, и тоже попробовать сделать макияж своими волосами. Так что обязательно я оставлю ссылочки на них внизу, проверьте, посмотрите, я обязательно посмотрю. Действительно очень любопытно, как сделают это они. Ну а что, мы с вами тогда поехали. Закали волосы, я как всегда майка на майку, это мой любимый стайл. Хотела снять сначала, думаю, да сниму, буду как все, потом думаю, нет, я не буду как все, это слово меня просто убивает. Ну что, с чего начнем? Мы начнем с тонального крема, да? Значит, смотрите, я беру такой кончик волос, потом, блин, волосы надо будет помыть. Волосы еще, знаете, у меня не такие прям ровные, чтобы, знаете, прям ровные, и... То есть, ими будет достаточно неудобно красить, поэтому я и думаю, как это, как это? Ладно, будем использовать первый BB крем. В общем, на нашу BB крем от Фаберлик, кислородное сияние. Беру кончик своих волос. Ну вообще, ну вот как? Что это такое? Как этим можно красить вообще? Блин, это какой ты лайфхак? Вот сто пудов эта девушка, это, знаете, вот... Многие такие есть лайфхаки. Многие такие есть лайфхаки, которые на самом деле нифига не лайфхаки. Нифига им ничего не накрасишь. Ну вот что это вообще? Какие-то полоски, мне кажется, просто. Я пытаюсь размазать, честно. Я бы, знаете, если бы у меня не было кисточки вдруг случайно, я бы лучше пальцами красила. Ну, трындец какой-то. И не размазать это. А я не могу пальцами пользоваться, это же челлендж. Вот мне даже интересно. Ну, трындец какой-то вообще. Трындец. Все, у меня закончилось уже. Прям так хочется пальцами размазать. Может быть, вот так попробовать? А так не считается, наверное, да? Если вот так сложить. Можно хоть немножко потонировать. Размазать тут. Растушевать. Блин, вообще ужас какой-то. Ладно, тонально это, наверное, не самое главное, что нам нужно нанести, да? Волосы, мне кажется, у меня будут грязные в конце этого видео. Ладно, давайте дальше контуринг сделаем. Для контуринга я буду использовать свою палетку. Вот такую. Я не помню, где я ее взяла, поэтому даже не спрашивайте. Давно-давно в каком-то... Давайте в интернет-магазине. Давайте используем эту же кисточку. Этот же кусочек волос. Ну, чтобы было видно, потому что у меня света здесь много, да? Давайте я сделаю самый темный. Ну, вот контуринг еще можно сделать как-то аккуратно. Да, это, наверное, видео опять не для слабонервных, потому что кому жалко мои волосы... Будет тяжело смотреть это видео. Ой, я думаю, с ними ничего страшного не происходит, если честно. Видите, неравномерно как-то ложится. Хотя я пытаюсь размазать. Кстати, можно окрашивать кончики волос. Тональные, а потом... Так. Ну, контуринг вроде ничего, да? Смотрите, хороший получает. Это для видео темный такой делаю, так? Так. Вот здесь я обычно делаю все. Мама. Очень неудобно. Разъезжается все. И по сути, ты не можешь направить вообще кисточку свою волосяную. Короткая кисточка. Блин, не дотягивается мне. Не, если сильно стараться, мне кажется, может получиться что-то. У меня это на все заходит. И на волосы, и на глаза. А у меня еще дела сегодня. Вроде ничего, да? Сейчас тушим. Так. Краса, краса, краса. Дальше. Ну, эта кисточка пока по нарастающей мы будем пользоваться ей. Смотрите, какой. У меня этот кончик коричневый. Теперь давайте накрасим брови и тени. А, румяна. Давайте румяна накрасим. Розовенькие. Блин, ну это другую надо будет брать. Розовенькие румянки. Давайте. А, кстати, та была немножко мокрая кисточка. Вот эта сухая. Так, серьезно, да? Что ничего вообще не красят. Без тонального. Или красят. Вроде красят, да? Тяжела жизнь бьюти-блогера. Особенно, если нет кисточки под рукой. Так, ну так еще бывает. Вот так вот, да? Проходитесь вы вот так румяными? Ну, чтобы, типа, естественная личика была. Естественный румянец. Так. Дальше. Пошли. Брови и тени. Я буду использовать вот эту палетку, которую заказала на Banggood. Ссылку тоже оставлю на нее внизу. Она мне очень нравится. Здесь всего полно. И тени, и для бровей, и блески. Очень такие натуральные. И пудра. Давайте возьмем отсюда для бровей коричневый. Не буду самый темный брать. Возьму коричневый. А гляньте, кончик розовый. Да? Класс! Можно красить, наверное, так. Смотрите, можно румянами накрасить вот так кончики и закрепить лаком для волос. Вот вам еще лайфхак в лайфхаке. Так, давайте брови аккуратно. Ой. Я ее сложу вот так. Потому что я уверена, что просто кончиком я... Мой крош. Ну что? Видно же, что разница есть. Кайф, да? Вот. По-моему, лайфхак работает. Вот, красивые бровки. Такая красотка. Давайте теперь возьмем тени. Тени я возьму тоже коричневенькие. И тоже вот... Мы сейчас накрасим вот так вот. Сложим, да? А потом растушуем, разложим. Кончик. Так, сделаю коричневый. Давайте вот такой. Вот такой коричневый. Здесь все, кстати, тени перламутровые. Так. Есть? Ну, пока. Хотя можно и так растушевать. Блин, видео. Длинное получится. Надо завязывать. Еще длинный лайфхак. Так, растушевали. Как я люблю. В складочке. А под низу? А стрелки еще. Господи. Давайте еще золотисто посветлее возьму сюда. Блин, ну снизу вообще неудобно красить. Так, давайте светленьким я беру вот другой конечек. Подбровки. Чтоб сияло. А хайлайтер еще. Только всего. Вот. Хорошо, да? Еще тушь. Так. Так, здесь закончили? Закончили, да. Дальше. Стрелочки я хотела накрасить. Это надо взять нам вот такой вот черный, жидкий. Потому что я не знаю, как другим каким-то красить. Я возьму тоненький-тоненький кусочек волос. И их. Нет, оно не берется никак вообще. Вообще. Вам не видно, наверное. Нет, он не красит. Даже не красит. Не будем пытаться. Давайте в туши возьмем. Нет, давайте без стрелок обойдемся. В общем, тушь. Тушь, тушь, тушь. Ну, я возьму нормальный кончик, как бы, да. Вот так вот. Вымажу кисточки. Я не знаю, как это. Да не я. Я сейчас сейчас буду в туши. Ресницы в итоге не красятся. Нифига. А если вот так сложить? Вот так. Мамочки. И что это? Какой-то ужас вообще. Короче, если исполнять этот лайфхак, то лучше без туши. Ну, поняли? Все, тушь все испортила. Блин, такая красота была вообще. Ладно, давайте накрасим хайлайтер. Хайлайтер буду использовать мой любимый. Забам. Купала его на Алиэкспрессе. Тоже ссылку вам оставлю. По-любому будете спрашивать. Возьму новую прядь волос. Свежую. И вот так вот нанесу. Нет, давайте сложу. Вот у кого неровные кончики, а вот такие, как у меня, да, вот такие вот они идут. Невозможно на таких вообще покрасить. Их можно складывать. Так, хайлайтер. Хайлайтер, хайлайтер. Ну-ка, наносишься? Я не вижу. Мне нужно много хайлайтера. Блин, а волосы-то могут портиться так, знаете? И снова, да? Портится и пошла дальше. Пофиг. Да не, не пофиг. Ну, ну, не страшно. Не сильно страшно. Ну, если так делать каждый день. Короче. Нифига не наносится. Зато у меня кончики разноцветные. Все, остался блеск. Я тоже буду использовать эту палетку. У меня здесь разные есть цвета. Вот такая вот у меня блески, блески. Тоже их не помню, где взяла. Я в каком-то профессиональном магазине брала. Ну, я думаю, что можно это найти на Алиэкспресс. Если увижу что-то, это тоже скидка. Ой, скидка. Тоже оставлю. Короче, не буду выдумывать. Возьму тот же грязный волосяной покров. И накрасим давайте яркую помаду. У меня сегодня все в фиолетовом, сиреневом цвете. Накрасим сиреневую помаду. Блин, вот опять кончиком пытаюсь. Нет, вот этим кончиком не нужно. Давайте сложим. Так более... Более реально это сделать. Ну, все. Так, ну что, мои хорошие, я вам могу сказать... Что я могу сказать? Что вы мне скажете точнее? Как вам мой макияж? По-моему, получилось ничего. Единственное, что все испортило тушь, которую невозможно нанести кисточкой волосами. А в целом, по-моему, получилось очень даже ничего. И можно воспользоваться. Но у нас есть пальчики и ручки, и тени, хайлайтеры, и все-все-все, кроме туши, пальцами мы тоже нанести не сможем. Поэтому тушь, получается, не самое главное в нашей жизни. В общем, вот такой был челлендж. Макияж волосами. Я надеюсь, вам понравится. Я считаю, что повторять это особо не надо в жизни, я имею в виду. Но если вы захотите снять такое же видео, девочки-блогеры, начинающие, кто меня смотрит, то, пожалуйста, мне будет интересно посмотреть на вас, как у вас это получится, потому что это очень интересный опыт, который я хотела попробовать. И если вы хотите попробовать, то я с удовольствием посмотрю. И будет приятно, если в видео вы скажете, что это видео увидели у меня, и что это для меня видео-ответ. И я с удовольствием посмотрю. Скиньте мне ссылочку куда-нибудь или напишите хэштег Селена своей внизу под видео, и я по этому хэштегу просто посмотрю, кто что сделал. Вот. А также проходите к девочкам. Я побежала смотреть, что у них получилось, как они намучили с этим, потому что я не знаю. Вот такая красота. Все. Как вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если будут еще какие-то идеи, то скидывайте мне в личку, и мы будем с вами первыми делать что-то на ютубе. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok